следующий вопрос вопрос от натальи что делать с детьми которые не хотят выполнять домашнее задание как говорить с родителями о не успехах ребенка ведь об успехах говорить проще конечно я вас понимаю об успехах говорить проще как говорить о не успехах и наталья при этом пишет что это больше идет вопрос о частных уроках значит смотрите о частных уроках что касается меня может быть вы осудите но опять же говорю рубрика у нас вопрос свет может быть вы осудите но у нас например следующий образ следующим образом сколько лет я работаю столько лет я верю в эту систему она у меня работает я не даю домашние задания почему я не даю домашние задания независимо от возраста я не даю их первое чтобы не лезли родители да во вторых я прекрасно понимаю что у детей много домашки вообще как бы в школе еще и я за своим домашним да в третьих как правило кто-то сделал кто-то не сделал и начало урока всегда сумбурная как бы так вот получается нехорошая в качестве домашнего задания у меня есть два варианта которые иногда мы делаем вариант 1 это наказание например за русский язык за использование за использование русского языка у нас как бы до группа такая но с подростками это работает с детками тоже мы сейчас которые уже более такие старшие третий год у меня допустим занимается использовал русский все одна палочка на доске неважно кто из группы да использовал второй раз вторая палочка на доске третий раз и буква h получилась h все это одно задание на homework и я не собиралась вообще никакой homework давать но я в workbook специально оставлю одно задание понимаете сделаю что-то другое на уроке чтобы они почувствовали что так делать нельзя и а на самом деле потом после занятия и они две минуты тратят буквально на то чтобы сделать это упражнение тем более все вместе в классе и так далее это первый вариант когда я дамашку второй вариант это когда у нас идет проект проект у нас идет в каждом юнити да то есть один раз за весь юнит юнит у меня длится когда месяц когда полтора они выполняют домашку но что это за домашка принести фотографию семьи вот они приносят и на уроке мы практикуем об этой семье рассказывать да сначала мы просто тренируемся а потом я снимаю видео замечательно одна домашка например дома вот особенно когда у нас были онлайн эти занятия всегда в конце прошлого года снять видео своей комнаты вот он снимает и комментирует there is there are там prepositions все как положено как бы да там формат допустим 30 секунд там или одна минута и вот такие домашки они делают на ура потому что они все блогеры они все любят снимать видео а представьте реакцию родителей что мой детенок боже мой он только первый год занимается уже может свой завтрак описать тоже все это вы найдете в принципе в группе кембридж ингридж великие луки если вам интересно подобные домашки которые вот мы даем вот что касается вообще домашних заданий и успехов да что такое успех и что такое не успех давайте начнем с этого для каждого преподавателя для каждой школы для каждого центра это это ваше личное мнение у меня например в школе 75 процентов это успех то есть ребенок пишет юнит тест если у него меньше 75 процентов он его переписывает если у него успехов за год меньше 75 процентов я общий потом результат считаю да то то они не то чтобы не переходят на следующий год да но это либо совсем слабая такая группа получается либо не летом дополнительно занимаются с моими же преподавателями которые хотят работать летом и догоняют группу да то есть но самое главное правило что я хочу до вас донести то это надо договариваться до того как вы начнете работать что такое успех и что такое не успех допустим да опять же в конце года у этого ребенка 60 процентов успеха у всех остальных там 80 90 и так далее но для этого ребенка 60 процентов это просто небо и земля я не стесняюсь говорить об этом родителям вы не смотрите что других 80 и 90 вы вспомните где он был сентябре у него был 0 процентов а сейчас аж 60 процентов поэтому для этого ребенка этого это классно да дальше неужели успех освоение языка зависит от домашки камон это вообще не домашка если я никогда не даю слова учить домой воркбук мы выполняем на уроке если интересно я могу просто ну для этого нужно просто немножко другой формат как бы да формат мастер-класса такой как воркбук в формат урока как бы ввести и интересно здорово это все сделать not individual work скажем так да поэтому если интересно напишите и я тогда выделю отдельное время покажу как это все можно интегрировать сразу же в урок да вот я никогда не даю учить на дом список слов никогда понимаете да у меня есть в приложении написаны эти слова но это чисто что ребенок видео ему было куда обратиться чтобы повторить вот и все он хочет хочет поиграет ими какого тогда извините я не знаю я делаю с ними тут 90 минут если я еще им на дом даю домашку и столько слов учить какова моя роль вообще тогда понимаете поэтому я вот хорошо я поняла ваш запрос я сделаю workbook интеграция workbook в процесс урока то есть вообще я не знаю да что я тогда в жизни метела 90 минут за что я я вообще получаю тогда деньги от родителей с еще и слова дети сами дома делают и домашку еще сами делают что я тогда вообще с ними делаю понимаете вот вот это мое отношение как бы к домашнему заданию дальше возвращаемся к успеху и не успеху как я показываю родителям успех и не успех для этого у меня следующая есть во первых у меня есть папка успеха она выглядит следующим образом это обычная папка здесь у меня файлики стоят в каждом файлике название группы и имя ребенка не фамилия просто имя ребенка группа бриллиант петя вася иня инна женя 4 ребенка юнит 1 этот написал тест в сто процентов результатах я считаю у этого 60 процентов этого 67 это там 99 и считаю средний балл какой и вот родители знают что они всегда могут прийти и посмотреть какой средний процент эта папка успеха стоит у меня в холле и она доступна для всех пожалуйста приходим и смотрим второй способ опять же возвращаясь к сериям если у вас есть удачная сериям то вы там все это можете посмотреть существует такая такое понятие как мой прогресс сейчас я пойду под аккаунтом дочери для того чтобы вам это показать как это выглядит да то есть еще раз говорю я пользуюсь в этом году bigband crm у нас есть мобильное приложение которое называется твоя школа и соответственно там кроме вот допустим словарь который вам показывала и тренировка слов которые тоже можно делать там еще есть у нас и трек успеха прогресс успеха сейчас вам покажу что это такое у нас пойду пойду просто под аккаунтом дочери потому что у меня там оценок нет просто и покажу вам тоже один из способов опять же показать родителям успехи или не успехи но однозначно вы знаете скрывать нельзя то есть надо всегда быть максимально честными и открытыми что получается что не получается иначе потом вы на свою голову не беретесь проблем никто же не скажет там что ребенок болел ребенок не выполнял домашний сказать что вы плохая что вы не научили да вот смотрите вот так вот выглядит все рм у нас в приложении успехи не успехи во первых видно расписание ребенка и вот написано посещаемость сто процентов средний балл за тест 89 по мере того как ребенки ребенки выполнили тест я в папке успеха в бумажном варианте написала и здесь в приложении как учитель я вбила новые слова я вбила результаты тестов и таким образом все очень clear все очень понятно потому что мои родители еще на родительском собрании я не беру я не беру детей а на обучение в свой клуб пока родители не придут на родительское забрание и послушают что такой успех успех чтобы потом у нас не было взаимных претензий чего я вам желаю не важно где вы работаете в частной в частной школе или сами на себя сразу надо об этом разговаривать и все эти орг моменты оговаривать мы с родителями сразу закачиваем это приложение сразу я их вожу вот здесь вот здесь вот здесь вы можете все это посмотреть если у меня большая проблема с ребенком, если он совсем не успевает никак, я сразу звоночек родителям. Вообще я им говорю так на родительском собрании. Если я вам не звоню, значит все хорошо. Как только от меня звоночек, значит что-то у нас чуть-чуть не так. Не переживайте, все уладим. И я их просто предупреждаю, что делаем, чтобы потом не было вопросов. То есть, конечно, честно, надо быть максимальным. То есть, первое, как я показываю родителям успехи и не успехи. Папка успеха у меня есть на ресепшн, да. Второе, это вот в приложении. То есть, приложение всегда открыто. Оно одинаковое и у детей, и у родителей. То есть, они там видят, третье, мы рассылаем письма. Два раза в год, вот на Новый год, и в конце года мы рассылаем письма родителям. Письма очень такого теплого, личного характера. Каждому индивидуально. Спасибо вам за ребенка такого-то. И сразу пишем планы на экзамены, на все остальное. И туда же прикладываем карточку успеваемости. Progress card. То есть, здесь в приложении они могут видеть только общий процент. А по каждому тесту отдельно и средний результат мы распечатываем progress card. Он выглядит как фотография 10 на 12 с нашим логотипчиком, с подписью директора. Очень так красиво и хорошо. И все. То есть, если родитель не дошел до если родитель не дошел до клуба, до ресепшена, не посмотрел папку успеха, он может посмотреть в приложении. Нет в приложении, значит, может посмотреть, когда откроет свой почтовый ящик, и там тоже лежит письмо. Но, конечно, Наташа, надо однозначно разговаривать с родителями и их извещать о том, как у вас дела. Я, например, родительское собрание собираю только раз в год. А так, по частным случаям, конечно же, тоже звоню. Я надеюсь, что на этот вопрос ответ вы тоже получили. Так, следующий вопрос у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!